Всем привет, друзья! Это обзор новой 232 главы манги Ван Панчмана. Прежде чем начать, хочу поблагодарить донатеров. Это Батлборг, Гордей, Ангел Тьмы и Вовка. Огромное вам спасибо за поддержку. Если и ты хочешь поддержать канал, ссылка на бусти и донат будут в описании под видео. А теперь мы начинаем. Итак, на обложке мы видим велосипед. Это отсылка к бесправному ездоку, который должен появиться в этой главе. Далее мы видим нового героя Папилона, которого Маккой использует в своих целях. Каких именно вы сейчас узнаете. Мы видим грузовик, из которого выгружают маленького трусливого монстра. Подключайте прямую трансляцию с места проведения боя. Маккой просит включить прямой эфир. И далее мы узнаем, что ассоциация героев собирает самых богатеньких людей и дают им делать ставки. Конечно, это все ради денег. Шоу началось. Они все выдают так, будто это какая-то случайность. Люди в это верят. И сразу начинают делать свои ставки. Маккой напоминает герою, что он должен придерживаться плана. И делать все, как ему указали. И дальше они начинают читать свой уже ранее прописанный текст. Здесь монстр загнал меня в угол. И один С-класс не справится с ним в одиночку. Мне нужно подкрепление. В этом районе нет других героев. Ты должен продержаться какое-то время. Они убедили всех богачей. И они в недоумении от того, что там всего лишь один герой С-класса собирается сразиться против монстра в кавычках драконьего уровня. Да, ассоциация специально назвала монстра волчьего уровня драконьим. Чтобы зрители поверили, что даже герой С-класса способен одолеть монстра такого высокого уровня. И они точно в безопасности. Ну и конечно же, чтобы срубить бабла побольше. И оказывается, что и наш герой на самом деле не из С-класса, а четвертый ранг Б-класса. Их план – выдавать сильного героя за слабого. И слабого монстра за сильного. Но не все так однозначно. И вы сейчас это увидите. Герой бежит на монстра с намерением сразу его уничтожить. Макой просит Папилона затянуть с дракой. Так, чтобы она выглядела захватывающей. Монстр пугается. И неожиданно становится безумно сильным. И одним ударом отбрасывает нашего героя. Макой сразу хвалит его. Думая, что он после его слов просто начал подыгрывать. Но на самом деле это не так. Папилон осознает, что это не может быть волчьим уровнем. Чтобы вы не путались, я вам объясню. Ассоциация считает этого монстра волчьим уровнем. И просто для шоу решили объявить его как демонического. Но получается, что они ошиблись. И просто до этого не видели, на что способен этот монстр. Далее мы видим флэшпэки Папилона. Где он со злостью отчитывает Макое за то, что он предлагает ему участвовать в подставных шоу. Но Макой продолжает его уговаривать. Но Папилон не слаб духом. И не собирается заниматься подобными черными делишками. Лишь бы заработать деньжат. Макой все-таки нашел рычаг давления. И это больная мать героя. Которая лежит в больнице ассоциации. Представленной специально для семьи героев. Он угрожает ему, что в операции, которую ей скоро должны сделать. Врачи могут случайно ошибиться. И что-то пойдет не так. Угрозами и манипуляцией Макой все же смог убедить его. И делать все, что он просит. Далее мы возвращаемся на поле битвы. Где наш герой приходит в себя и просит у штаба помощи. Что этот монстр действительно является монстром демонического уровня. Монстр демонического уровня. Но Макой не воспринимает его слова всерьез. Он продолжает думать, что это просто его великолепная актерская игра. Тем временем монстр избивает Папилона. И не дает ему даже сдвинуться с места. Сотрудники ассоциации тоже подозревают, что наверное у этого монстра уровень угрозы повыше. Но один чел уверяет, что над ним провели множество испытаний. Я не точно все знаю. Этот фрейм мне напоминает стойку Гару, когда он дрался против Сайтамы. Папилон задумывается о своей матери. Которой он не сможет помочь, если проиграет. Он вспоминает бесправного ездока. Который бился с морским царем. Хоть и понимал прекрасно, что тот намного сильнее него. Бедный Папилон сдается. Он понимает, что не сможет противостоять этому монстру. Он связывается с Макоем и просит передать его последние слова. Штаб! Вы меня слышите? Я уверен, что не смогу победить. Пожалуйста, скажите моей матери, что я ушел из героев. Макоем переехал в далекий город и устроился на настоящую работу. Пожалуйста, сделайте для меня это одолжение. Макой продолжает хвалить его за отличную актерскую игру. Говоря, что даже не подозревал, что он настолько хорош. Они действительно не понимают, что герой находится в тяжелейшей ситуации. И вот-вот ему настанет конец. Но несмотря ни на что, он бросается на монстра, понимая, что это его последняя атака. Кто, черт возьми, выпустил эту штуку на свободу? Появляется Сайтама и одним ударом уничтожает этого монстра. Папилон выжил. Богачи и Макой в шоке от произошедшего. Папилон из-за многочисленных травм падает на землю. И в последний момент он узнает Сайтаму. Говоря, что это был он. Человек, который тогда спас бесправного ездока, победив морского царя. В штабе творится полный хаос. Макой в ярости и проклинает лысого плаща за то, что он все испортил. На экранах появляется лицо Сайтамы, как победителя монстра. Он подъезжает к Сайтаме и Геносу и начинает высказывать свое недовольство. И говорит, что они не должны были здесь находиться. Сайтама не понимает, почему на них кричат, из-за того, что они избавились от монстра. Генос утверждает, что уничтожение монстра демонического уровня поднимет Сайтаму в его рейтинге А-класса. На что Макой отвечает, вообще-то он лишь добил монстра, которого ослабил Папилон. Так что, думаю, большая часть заслуг должна принадлежать ему. Впрочем, ничего необычного. Сайтами так и не дают нормально апнуться в классах. Далее появляется ребенок Император, который копает грязное белишко ассоциацией. Он сразу накидывается на Макоя и раскрывает их секрет о подставных играх, которые, увы, сейчас провалились. Он, конечно, сразу сваливает, говоря, что у него появились срочные дела. Затем ребенок Император подробнее рассказывает Сайтаме и Геносу о том, что здесь происходило. Дело в том, что ассоциации проводят специальные подставные случаи битв против монстров. Дает делать ставки богачам и зарабатывают с этого. Также у них есть секретный специальный сайт, где предоставлены все герои и их коэффициенты. И Сайтама, увидев свои 20х, пришел в ярость. Это говорит о том, что он слишком слабый и в него никто не верит. Вот и КФ высокий. Ребенок Император просит прощения у Геноса из-за того, что раньше не доверял ему. Но сейчас все по-другому. Он рассказывает ему про секреты ассоциации и свои намерения их раскрыть. Далее мы видим, как бесправный ездок везет Папилона в больницу на своем багажнике. Он приходит в себя и узнает его. Ездок говорит, что смотрел трансляцию. И после начинает хвалить его за то, что он не сдавался, несмотря на то, что его противник был намного сильнее него. У него идут слезы радости из-за того, что он поддержал его. Они уезжают на закат и на этом данная сцена заканчивается. Ну а далее мы перемещаемся домой к Сайтаме, где он по-прежнему не может прийти в себя из-за того, что в этих рейтингах его так занизили. Геннесс предлагает ему самому сделать ставку на то, что он выиграет монстра. Уничтожить и так заработать. Сайтама говорит, ну да, таким образом мы бы смогли их разорить и они перестали бы этим потом заниматься. Но Геннесс сомневается, сработает ли это. В любом случае, они все же решают выйти и сделать, что планировали. Они прям мчатся к монстру, дабы уничтожить его. Сайтама обновляет коэффициенты и видит, что они выросли с 20 до 25 икс. И разочаровывается. Затем перед ними проезжает один гонщик и тащит сумку у одной девушки. И тут перед Сайтамой стоят два выбора. Уничтожить монстра и заработать деньжат. Либо пойти и вернуть сумку бедной девушки. Он все же выбирает помочь девушке. И в итоге слезами на глазах отдает ей сумку. И да, Геннесс говорит, что с тем монстром Тацунаки уже разобралась. Люди вокруг видят слезы Сайтамы и говорят, ой какой хороший человек. Да такой хороший, что слезы льются как ручье. Сайтама весь подавленный начинает задумываться. Неужели он действительно делал все это ради денег? То есть, когда он видел монстра, он не думал избавиться от него и спасти людей. А лишь о том, чтобы заработать деньги. Он осознает, что был на грани и чуть не повелся на этот чертов азарт. Сайтама говорит, азартные игры это плохо. И вы, дорогие зрители, должны это понять. Сайтама даже не стал принимать кольцо с бриллиантом, которое ему хотела подарить та девушка после того, как он вернул ей сумку. А не взял он. Знаете почему? Потому что боится, что если будет брать деньги или ради них будет геройствовать, то он уже не станет человеком, ну или настоящим героем. А просто мусором, который гонится лишь за деньгами. Вот поучительная история от Сайтамы. Никогда не совершайте добро ради денег. Добрые поступки должны быть от сердца, а не ради своих карманов. Так думает и наш Сайтама. Что ж, на этом 232 глава завершается. Мне, если честно, очень понравилось. Будет интересно читать ваше мнение. Так что обязательно напишите его в комментариях. Тот монстрик, которого уничтожил Сайтама, напомнил мне одну такую же крысу, которая также была из какой-то лаборатории. И да, она тоже была демонического уровня. Сколько же еще тайн от нас скрывает ассоциация героев? Если они сотворили этого монстра, может ли быть, что многие монстры созданы самими же людьми? Ну не знаю, буду ждать ваше мнение в комментариях. Скажите, что вы думаете по этому поводу. С вами был Аниманго. Всем пока.